В лесу под Нижним Новгородом обнаружили тело бывшего председателя областного суда Валерия Воробьёва. Об этом сообщило главное управление МВД России по региону. Пожилой мужчина вместе с супругой отправился за ягодами, но семейная пара потерялась в лесу. Жена выжила, но находится в тяжёлом состоянии из-за обезвоживания. Таких историй летом становится немало. Люди отправляются в лес за грибами, ягодами или в длительные походы. В этом сезоне поисковики рыси работали в основном за городом. В этом сезоне у нас пока относительно всё спокойно. Уже несколько недель мы сидим без выездов. Было несколько лесных поисков в округе Сарова. Тогда грибники, ягодники меньше суток, меньше двух суток длились эти поиски. То есть всё достаточно быстро и благополучно у нас заканчивалось. Каждой лесной прогулке, неважно какая у неё цель, нужно подготовиться заблаговременно. Желательно изучить район, в который вы собираетесь выйти. Изучить приметные ориентиры. Обязательно о месте и времени похода нужно предупредить кого-то из родственников. Зарядите телефоны и другие гаджеты. Хорошо иметь при себе и портативное зарядное устройство. Вода, лекарства, которые вам необходимы. Лёгкий перекус, фонарик. Всё это обязательно должно быть в вашей сумке перед выходом в лес. Всем рекомендуем брать с собой противоаллергические, независимо от того, сталкивались люди раньше с аллергии или нет. То есть реакция на лес, на его обитателей, те же самые змеи, либо жалющие дикие осы шершни, реакция может быть непредсказуемой. Человек может её не знать. Спички, зажигалка, то есть средство разжига огня на случай, если вдруг в лесу придётся заночевать. Огонь – это у нас, во-первых, обогрев, во-вторых, сигнал, в-третьих, возможность приготовить себе что-то покушать. Если умеете использовать программы, можно установить себе на телефон специальный трекер, который запишет ваш путь и по которому вы сможете вернуться. Если вы понимаете, что потерялись, а в лесу начинает темнеть, постарайтесь не поддаваться панике, а приготовьте себе место для ночлега. Нужно набрать веток, травы и листвы, сформировать лежанку или шалаш, разжечь костёр. Если на улице холодно, то есть там 10 градусов, ниже 10 градусов, то спать ночью уже рискованно и не рекомендуется. То есть человек во сне может получить переохлаждение и либо не проснуться, либо проснуться уже в состоянии совсем ограниченной подвижности, в силу того, что организм очень сильно экономит энергию. Вот, поэтому в тёплое время спать можно, но опять же, да, позаботившись предварительно о своём ночлеге. Если вы понимаете, что потерялись, остановитесь и больше никуда не перемещайтесь, чтобы не зайти глубже в лес. Позвоните на линию 112 и скажите диспетчерам всю информацию. Если есть возможность, предупредите родственников, но делайте телефонные разговоры максимально короткими, чтобы не сажать устройство. Если телефона с собой нет, но вы предупредили близких о своём походе, оставайтесь на месте и ждите подмоги. Основной совет родственникам – не выжидайте трёх дней. Заявляйте в полицию сразу же, как понимаете, что человек не вернулся из леса в назначенное время.